Субтитры сделал DimaTorzok Если позволите, мы так чуть-чуть покомандуем. Можно? Можно. Договорились. Вот сейчас пока будет вешать микрофон, мы будем снимать в системе без остановки. Попробуем задать какие-то, может быть, вопросы такие всякие. Первый вопрос. Вы освоились в Кремле вообще? Освоился. И как вам? Удобно. Удобно? А вот кресло президента, оно какое? Не жмёт. Не жмёт, а наклон спинки? Устраивается. Серьёзно? Нет, я на спинку не облокачиваюсь, я больше на стол облокачиваюсь. А на столе вот как-то такая нерабочая атмосфера, или вы просто педант по натуре? Я просто знаю, что стоит только на полдня расслабиться, и стол будет завален бумагами нужными и не очень нужными. Поэтому стараюсь всегда следить за тем, чтобы на столе было чисто. А что сейчас у вас на столе? Можем подойти? Можно. Это материалы завтрашней поездки в Иваново. Потом материалы по поводу награждения. Завтра женщин к 8 марта. Ну, один материал из ФСБ, но его переворачивать не будем. Вот так вот. Как Жилов, да, говорил? Держи перевёрнутым. Да. Ну, вот только что убрал корень. Можно посмотреть? Да, точно. Можно, можно. Это всё дела? Один из вариантов, который разрабатывается и рассматривается в качестве возможного. Одного из возможного вариантов развития экономики. Слушайте, вот так вот просто. Так вот в столе будущее страны. Один из возможных вариантов, я сказал. Вы знаете, я должен признаться, мы хотели вас порадовать анекдотом о Путине. Вчера провели всё даже в интернете. Уж там всё знают. 25 тысяч ссылок на Путина нашли. Ни одного анекдота. Это что, значит, вас народ не принял ещё? Я думаю, серьёзно относятся просто. Ну, не настолько же серьёзно. Послушайте, ну, ну, всех есть анекдоты. Ну, значит, я ещё не дорос до того, чтобы обо мне анекдоты сочинять. А вы знаете, какие-нибудь анекдоты сочинять? Нет, не знаю. Так как я могу знать, если их нет? Даже вы их не нашли. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, а что у вас на столе осталось под Борисом Николаевичем? А всё. Что ваше? Компьютер. А вы компьютерный человек? К сожалению, нет. И интернет нет? Нет. Обучаетесь? В интернете. Обучаюсь. Меня дети обучают. А дети были в кабинете? Были один раз. Как впечатления? А им, в общем, насколько я понимаю, их это не очень интересует. Но в кресле сидела дочь? Нет, нет. А почему? Ну, пускай она сначала за компьютером посидит немножко. Подскажите, что вы сейчас видите из этого кабинета? Вы знаете, из этого кабинета видно, что наша страна нуждается в реконструкции для того, чтобы иметь будущее. Есть некоторые очевидные вещи, которые из этого кабинета должны быть видны. Надо понять, что, и, собственно говоря, это понятно, что идёт очень жёсткая конкурентная борьба не только между фирмами на рынке, но и между государственными, на международной арене. И к нашему глубокому сожалению есть определённое чувство тревоги, потому что мы не являемся лидерами в этом соревновании. Юрий, сколько времени сейчас? Сейчас без 20 полночь. А у вас нет рука? Без 20, 19. На руках часов нет? Есть. А на какой руке? На правой. На правой? Вы левша? Нет, я не левша, но просто я люблю часы носить на руке так близко к запястью. И заводная головка, если на левую руку носить часы, она задевает кисть. Но, говорят, сейчас модно в Кремле носить на правой руке. Первый раз слышу, правда, не знаю. Можно прочитать сегодня в газете? Не знаю. Может быть, может быть, не знаю. Скажите, а что буквально? Вы хотели, чтобы я посмотрел на часы? Я так и понял. Я так и понял. Скажите, а что буквально видно из ваших рук? Знаете, я, честно говоря, даже ни разу не подходил к какому-то. Неужели мы станем свидетелями такого исторического момента? Да, можно, можно. Давайте посмотрим. У тебя некогда было как-то к окну подойти. По-моему, это во двор, по-моему. То есть вы не любопытный человек по натуре? Любопытный, но как бы не отвлекаюсь на вещи, которые я не считаю главными. Да, нет, я ошибся, слушайте, это не во двор. Это почти на Ивановскую площадь, проезд на Ивановскую площадь. Я недавно видел фотографию на выставке, где Николай Второй на крыше этого дома с женой. И что он там делал? Смотрел на Москву. Ну, ему делать нечего было, он по крышам шастал. Вот, Николай Второй? Да. Ну, вот видите, путешествовал себе. Владимир Владимирович, а вот на хронике...